Олега Голубицкого без каких-либо сомнений можно назвать великим актером, убедительно играющим как первостепенных, так и второстепенных персонажей. В советские годы у него было много поклонников, чуть ли не каждый встречный знал его превосходные роли, но, к сожалению, о жизни артиста вне кадра было мало кому известно. Голубицкий был не только хорошим актером, но и одним из тех людей, благодаря которым мы выиграли страшную войну, а также он отличался верностью своей любимой жене и был заботливым отцом для своей единственной дочери. Олег Борисович появился на свет в Москве в 1923 году. Будучи юнцом, он остался без отца, его расстреляли из-за высказываний в сторону действующей власти. После несчастья соседи и бывшие друзья начали косо поглядывать на Олега и его маму только из-за того, что они были семьей врага народа. По этой же причине, маму нашего героя отказывались принимать на работу. Тогда Олег, оставив учебу в школе, начал ежедневно ездить в ближайшие села, чтобы найти там хоть какую-то подработку. На пике славы артист вспоминал, что в 14-летнем возрасте он успел поработать и столяром, и уборщиком, и лесорубом. В первые дни войны Олег Голубицкий попросился на фронт добровольцем. Он служил в 21-й стрелковой дивизии, участвовал в сражениях под Тулой, но вскоре в конце 1941 года рядом с ним прогремел мощный взрыв, из-за которого Голубицкий был контужен и демобилизован. Во время лечения в госпитале ему пришло письмо от старых товарищей отца, которые пригласили его на работу чертежником в Республику Коми. Он без раздумий туда отправился, так как ему пообещали хорошие деньги, в которых очень нуждалась его больная мама. Там же Олег Борисович впервые выступил на сцене любительского театра и для себя понял, что хочет стать профессиональным артистом. Вернувшись в 44-м году в Москву, он подал документы в театральный вуз, а после его окончания вступил в труппу театра-студии киноактера, где служил до конца своей жизни. Однако нельзя сказать, что он был любимцем театралов, на сцене он играл лишь второстепенные роли. Зато в кино он часто перевоплощался в значимых героев. Актер сыграл почти 80 ролей в кино, но, увы, большинство из фильмов с его участием оказались неудачными. Стоит упомянуть, что многим зрителям Олег Голубицкий незнаком по лицу, зато известен по голосу, ведь он озвучил почти 300 иностранных фильмов. Олег Борисович создал семью еще во времена обучения в театральном институте. Его единственной и верной супругой стала малоизвестная актриса Серафима Халина. Вы могли увидеть ее в фильме «Бриллиантовая рука», там она исполняет роль ведущей показа мод. Олег Борисович относился к жене с любовью. Многие завидовали их любви и сплоченности, супруги действительно были одним целым, дополняли друг друга как дома, так и на работе. В их замечательной семье родилась дочка Люда, которая долгие годы трудилась в министерстве. Актер страдал из-за проблем с сердцем уже во время службы в армии, а в 1995 году эти проблемы усугубились. Он лежал в общей больничной палате, где всех пациентов обязали поддерживать постельный режим. Все больные, в том числе и сам Олег Борисович, с трудом передвигались. Однажды в палате открылась форточка от сильного ветра. Никто не решился встать и закрыть окошко, кроме нашего героя. К сожалению, это был последний поступок актера. Олег Борисович был похоронен на Веденском кладбище. Его единственная супруга ушла из жизни не так давно, весной 2021 года. После потери любимого, она заболела Альцгеймером. Она забывала все вплоть до своего имени, но хорошо помнила мужа.